Сегодня будем говорить про повышенный холестерин. У меня всё больше знакомых, которые подобным явлением продают. Причину этого хочу вам показать источник, которому я доверяю. Архивная запись 1969 года, автор Анисимов. Уже в то время повышенный холестерин, всё это изучалось. И тогда, как люди сейчас склонны во всём винить жир, жирную пищу, маркетинг во всём этом подбрасывает идею о том, что действительно причина в этом. Поэтому на растительных маслах пишут без холестерина, ноль холестерина. Но многие знают, что в растительном жире и не может быть холестерина. Также обезжиренная диета, то есть мясо тощее, творог как можно меньше жирности, йогурт и сырочки, всё это, чтобы было такое совсем уже постное, якобы способствует снижению холестерина. И в данном случае описывает клинические исследования Плешкова, 1963 год, который наблюдал за атеросклерозом виничных артерий и кардиосклерозом. Больные получали одинаковую диету, содержащую 2 800-2 900 тысяч калорий. 90 грамм белков, 70 грамм жиров и около 500 грамм углеводов. И также ежедневно в три приёма больные получали 50 грамм сахара в течение 10 дней. Довольно-таки короткий срок. В результате, сейчас поговорим о результате, вот эти 50 грамм, меня, вряд ли, насторожили, потому что, мне кажется, я в день съедаю гораздо больше. Сейчас на секундочку я эту тему оставлю. Знаете, что хочу вам показать? Что вот в этот период времени, я читаю сейчас, было предложение назвать атеросклероз язвенным поражением сосудов, артерий и так далее. Почему? Потому что прежде чем повысится холестерин, прежде чем образуются бляшки, возникают язвы в артериях, сосудах и так далее. А уже холестерин – это как способ у организма залепить все эти язвы, трещинки. Надо задуматься, да, над этим? Язвы артерий. Итак, страшилок достаточно. Теперь, значит, 50 грамм сахара в день. Это всего лишь 2 столовые ложки. Это так немного. И вот в результате добавления сахара статистически достоверно повысился уровень холестерина. Уровень холестерина отмечался не только у больных с нормальным исходным уровнем холестерина, но и с повышенным. То есть на всех, на всех абсолютно людей, здоровые и нездоровые, начинают холестерин повышаться. То, что я сейчас прочитаю, это вообще ключевое. Причины развившейся гиперхолестеринемии данный автор находит в быстроте всасывания сахара в желудочно-кишечном тракте. То есть здесь не описывается, в каком режиме потреблялся данный сахар, но автор говорит, чем быстрее причина сама в том в быстроте всасывания. То есть получается, что можно потреблять сахар, лишь нужно создать условия, чтобы он не сасывался слишком быстро. Дальше говорится о том, что запрещено человеку, который страдает повышенным холестерином. Это прием рафинированного сахара, кексов, тортиков, бисквитных, мороженых, пирожных, сладких кофе, сладкого чая и других сладких напитков. Самый быстрый способ воздействовать на количество холестерина – это выпить сладкий напиток. Потому что из жидкого состояния углевод сразу же всасывается в кровоток и разрушает наши сосуды. Вот так. Значит, если потреблять такое же количество сахара, но сделать так, чтобы он всасывался медленнее, результат будет совершенно другим. И я вот сейчас, в данный момент, это... Продолжение следует...